И начинаем выпуск с трагедии в Генуи, где сегодня днём обрушился автомобильный мост. Бетонная конструкция рухнула прямо на находившиеся под ней жилые дома. В момент крушения на мосту было много машин, и к этой минуте сообщается о не менее чем 30 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми, возможно, ещё могут находиться люди. Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Италии. О возможных причинах обрушения и кадры того, как это было. В репортаже нашего европейского корреспондента Анастасии Поповой. Огромная многотонная конструкция разваливалась у него на глазах. Эти несколько секунд очевидец успел снять на камеру мобильного телефона. Пролёт оживлённой трассы длиною в 100 метров. В этот момент там было больше 30 автомобилей, в том числе и грузовики. Часть машин упали с 50-метровой высоты в реку. Часть прямо на жилые дома, которые разрушила до основания бетонными обломками. Уцелела лишь мебель в гостиной. Мы находимся в 50 метрах от места происшествия. Вы видите масштабы разрушения. Они говорят сами за себя. Погибших уже больше 30. Среди них ребёнок. И цифры, похоже, не окончательные. Ещё около 10 человек числятся пропавшими без вести. За несколько минут до трагедии. По этому же мосту проехал бывший игрок петербургского зенита Доменика Кришета. Мы с моей семьёй в порядке. Мы проезжали по мосту за 10 минут до разрушения. Это потрясает все чувства. Мы должны сделать что-то, чтобы подобного не происходило. И люди чувствовали себя в безопасности. Мои мысли с жертвами трагедии. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Было крушение транспортного узла, который соединяет город с аэропортом. Это участок платной дороги, самый крупный мост Генуи. По нашей информации, россиян на данный момент, по крайней мере, там не было. Генконстная информация не поступала. Сейчас в связи с небогодой будут эвакуационные работы. И личности будут установлены, скорее всего, только к вечеру. Среди груды искорёженного металла и остовов машин спасателям удалось найти выживших. 13 человек. В основном с переломами позвоночника. Их решили доставить в больницы на двух вертолётах. Задача не из простых, учитывая, что условия совсем не лётные. Тяжёлые машины бросало из стороны в сторону от ураганных порывов ветра. На севере Италии сейчас проливные дожди с градом. Улицы превратились в бурные реки. В некоторых районах сошли сель и затопило дома. Как раз такая, нетипичная для Италии погода, и могла стать одной из причин обрушения моста. Очевидцы уверяют, что видели, как в опоры попала молния. Впрочем, у тех, кто живёт в Генуе, эта версия вызывает много вопросов. Сколько я живу в Генуе, его всегда латали, его всегда ремонтировали, всегда что-то там было закрыто, половину на ремонт, что-то, ну, постоянно его делают. Вот. Так что там никакой молнии, там говорят, и дождя у нас особо такого сегодня не было сильного, потому что в Генуе бывают дожди посильнее. Самое страшное, что вчера мы приезжали по этому мосту, я сделала фото именно того пролёта, которого больше нет. В момент, когда это произошло, все люди в торговом центре начали толпиться около мониторов, на котором показывали новости. И, естественно, все начали звонить своим близким. Это страшная трагедия, и я не знаю, что сказать ещё. Сама трасса построена ещё в 60-е. Разные политические силы давно спорят, что этот жизненно важный для города виадук давно обветшал, и его нужно сносить. Обслуживающая компания уверяет, что как раз занималась укреплением перекрытий. Работы были запущены 3 мая и обошлись в 20 миллионов евро. Я пересекал этот мост сотни раз, и как гражданин Италии я сделаю всё, чтобы узнать имена и фамилии людей, которые сейчас отвечают или раньше отвечали за его сохранность. Недопустимо, чтобы люди вот так умирали в Италии. А ведь не так давно на окраине Болонии тоже обрушилась часть эстакады. После аварии взорвался бензовоз с химикатами. Тогда пострадали 145 человек, двое погибли. Итальянские СМИ считают, что причина обрушений — плачевное состояние виадуков, хотя деньги на их ремонт выделяются регулярно. Насколько качественными были проведённые работы в Генуе, выяснит специальная комиссия. Она приступит к работе только после окончательного разбора завалов. Анастасия Поповли, Абернацкий, Европейское бюро вестей.